всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука по многочисленным просьбам сейчас я покажу вам томат ботяня распакированной петлей почти каждый день открывая комментарии к любому видео обязательно нахожу вопрос а можно не по теме покажите ботяню распакированного петлей но так как отдельное видео про него снимать было ну я говорила показывать то еще и нечего сейчас я покажу в сравнении как выглядит ботяня распакированной в маленький стаканчик как выглядит ботяня переваленный уже в большой стаканчик высаженный в теплицу и распакированной петлей я вот сейчас сижу на него думаю смотрю и думаю я вот оставила место у меня вот смотрите вот ботяня вот ботяня и вот это лунка еще одна я хотела посадить ботяню распакированного петлей чтобы потом в течение лета их сравнивать но я долго за ним наблюдаю когда он как сказать возмужает когда он начнет хотя бы толстеть или что но он растет очень медленно поэтому я вот сейчас размышляю стоит ли его высаживать или нет потому что эти ботяне уже у меня с цветочными кистями а этот как бы заторможенный если это действительно пикировка петлей дала такой эффект то для меня это слишком он тормозит но очень медленно вот сейчас бы его уже высадить а он еще никакой но начнем с самого начала томаты посеянные все в один день 29 января феврале они взошли в начале февраля ну пусть считаем пусть они взошли там 5 февраля март апрель короче им скоро два месяца им примерно около двух месяцев вот эти которые я уже высадила я не знаю здесь не очень удобно показывать но видно что они вполне взрослые растения уже с бутончиками стволики у них тоже не тонкие стоят они самостоятельно нормальная стандартная рассада которую можно получить у нас сибирском регионе в комнатных условиях вот этот лишний остался который я перевалила уже в большой стакан и он должен был быть быть высажен так третьем от ну короче он должен был быть высажен вместе с ними вот так как я оставила место под томат ботяня распекированной петлей вот они он остался один лишний а вот этот остался лишний который сеялся на запас для теплицы но так как мне столько не нужно взошли они все и не было никакого как нет браковки ничего все были нормальные вот этот вообще лишний остался в маленьком стаканчике ясно что он уже перерос эту тару и видите здесь вот эти вот пупырышки уже тут он выбрасывать хочет воздушные корни как бы ищет уже питание извне если сейчас его поместить во влажную среду тут вырастет вот такая огромная борода но не хватает ему этого грунта это уже я вот в прошлом году снимала видео что томаты кричат дайте нам кушать что они голодают раз у них вот так много смотрите вот 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 даже до третьего до четвертого листа вот эти пупырышки воздушные корни и томат тот же самый посеянный в один день и распекированный одновременно вот с этим вот он вот распекированной петлей знаете если как многие говорят что когда распекируешь петлей он уменьшается в росте но в высоту и вот эти плодовые кисти находятся низко от земли возможно да потому что смотрите какая разница разница не только вот с этим огромным ну сначала с с ним сравним вот томаты посеянные в один день только один нормально он был у меня ну как по моему сценарию выращен а вот это распекированный с петлей я подумала может быть он такой видите даже дело то не в росте дело в том что смотрите у него какой стволик тоненький а у этого какой подождите зацепился а у этого какой толстенький он даже по толщине ствола сильно различается видите вот тут и этот ладно здесь этому было достаточно грунта я подумала может быть из-за того что земли мало нет земли также здесь как в том маленьком стаканчике я же вот сейчас чтобы его еще укоротить должна была его еще положить раз еще раз присыпать он был бы еще меньше но я не хочу с ним возиться потому что мне кажется он каким-то маленьким может я что-то неправильно сделала потому что я пикировала петлей на пробу всего три штуки первый раз ну и вот просили показать показываю вот этот который остался в таком же объеме грунта ну короче распекировала в такой же маленький грунт но только стоя вот этот распекировала в такой же объем грунта только петлей как спиралью очень маленький и ладно бы он был маленький ростом у него даже нет этих бутончиков зачатков цветочной вот этой кисти вот этот хоть он и в маленьком объеме грунта хоть и нам просят дайте мне жрать вот эти корни выпускает но у него уже зачатки тоже вот эти лезут короче самые большие цветочные кисти вышли у тех которые в большом объеме грунта в маленьком объеме грунта он попозже цветочную кисть образует потому что там только-только еще начинается а который распекированный петлей у него еще ничего нет даже на горизонте так что если пикировать петлей для замедления для притормаживания рассады то притормозил он очень хорошо но боюсь я догонит ли он своим живот собратьев с которыми был посеян в один день и не затормозится ли он совсем вообще надолго вот я хотела здесь высадить два петлей остальные так теперь уже два высаживать не буду высажу один на пробу это с большими большими сомнениями что-то наверное сделала не так а может быть действительно этот метод петлей сильно затормаживает надолго если бы я его готовила для высадки в открытый грунт и у меня впереди был бы еще месяц или даже больше то возможно он и подошел бы этот метод но так как я их высевала специально рано чтобы получить ранний урожай чтобы высадить в теплицу он для раннего урожая наверно мне не годится но все до свидания это просто это не какие-то там рекомендации или советы это вот мое мнение вот мою так мой результат вот этого эксперимента пикировки петлей если честно я еще не поняла нужен мне это процесс пикировки петли или нет во первых его крутить было сложно у меня не поддавался там на дне стаканчик если было наверху во вторых ну вот на внешний вид он мне очень не нравится по сравнению с этими батянями которые хорошие такие он очень мал но все в и и и и и Продолжение следует...